здравствуйте дорогие друзья хочу выставить как-то картинку вроде бы все в порядке так здравствуйте мои все хорошие дорогие кто у меня смотрит кто заходит ко мне в гости то бишь на мой канал вы знаете вот я на телефон уже сейчас пишу и на пятое видео по счету мне удобнее наверное все на телефон писать почему потому что телефон быстро поставил сел и пишешь камеру надо достать там ее поставить плюс на камере там такой приглушенные цвета здесь цвета такие как в реальности и цвета теней даже вот цвет моей оттечки в которой я то есть больше реальность передает а камера она хорошая но тусклые оттенки и плюс вытягивает то что в реальности нет ну то есть то есть скажем так качество видео мне нравится все-таки на телефон поэтому вот надо сейчас мне собраться да я вот телефон поставила на треножку эту и все включила и пришел плюс да можно поставить на паузу в камере у меня паузы нету нужно поставить на паузу там есть понадобится промотать там или еще чем-нибудь то есть это хорошо так ну что хочу сделать макияж за одну вот с вами чуть-чуть пообщаться кому нравится мои видео повидаться по общаться что для начала я хочу одеть сережки новые я просто заказала несколько штук сережечек и теперь с алиэкспресс а потом я так потянула я наверно штучек 5 заказала и теперь каждый раз их одеваю ну а раз одеваю твою то и вам показываю эти сережечки так а где так а где же сережечка то одна есть вторая и все пакетик сложила тут эти сережечки всякие так вот вторая пара это мне так понравились этими миленькие сережечки разные с алиэкспресса как это не недорого а радости целая куча подразное настроение под разу цвет одежды можно одевать вот купила вот такие сережечки сейчас покажу на мой взгляд очень милые вот они типа два цветочка один светло-розовый другой потемнее розовый и не типа жемчужинки сегодня у нас пятница день шук радаева в западной традиции астрологической говорят день венеры венера любит украшение косметику макияж но она вообще курирует все прекрасное и цвет венеры тоже розовый поэтому в честь шук радаева мы сегодня наденем эти сережечки первый раз одевает потому что другие уже некоторые вот я в видео одевала вам показывала поэтому будем сейчас выгуливать выгуливать видео новую сережечку они на гвоздиках честно сказать я не люблю гвоздики вот я люблю когда там английский замочек или так кольцом идет гвоздики не люблю гвозди потом эту штучку заядевать не люблю это штучка всегда это может вылететь потеряться и сережка и что и это ну что поделаешь сережечки мне понравились такие милые два цветочка потеряются потеряются что делать раз потеряются нужно потеряются будут держаться значит будут держаться просто девушки которые девушки женщины которые себя осознают они наверное уже может осознали свою природу женскую может быть еще не осознали но как-то догадываются что ходить в одном и том уже в одних и тех же тенях в одних и той же помаде одежде и украшениях иногда под наеда под надоедает это могут только мужчины так всю жизнь проходить в одном и том же у женщины как говорится вечная трагедия полный шкаф одеть нечего с косметикой с украшениями такая же ситуация но это нормально это женская природа а вот и вы знаете если человек следует своей природе то судьба ему и денюшек даст денюшек даст на реализацию этой природы потому что даже веды говорят что украшать себя это обязанность женщины то без то без то без харма то есть харма женщины украшать себя наносить косметику макияж украшать себя этот харма женщины потому что харма женщины радовать украшать этот мир вот поэтому если женщина не ухаживает за собой не украшает она ну это то же самое что мужчина не ходит на работу понимаете вот ходить на работу так я думаю мне надо взять с других сережек идти задние вот эти штучки потому что здесь они какие-то такие странные вылетают уже слабенькие с других сережек возьми мне больше нравится знать когда вот резиновая резиновая штучка без металлического вот этого тогда нехорошо держатся сережечки железками она железка скользит ходить на работу и содержать свою семью это такая кармическая обязанность мужчины и если он этого не делает то такой мужчина как правило не уважается в обществе в своей семье и семья его не сохраняется потому что веды говорят что человек каждый рождается с определенными обязанностями уже он с ними как говорится рождается у нас есть и долг у нас есть три вида долга плюс обязанности вот и если человек не выполняет то ну соответственно карма будет плохая судьба в данном случае если мужчина не ходит на работу не кормит свою семью лежит на диване чем заканчивается его такая семейная жизнь ну как правило разводом или по крайней мере женатого уж точно найдет другого мужика который будет выполнять эти обязанности поэтому измена вот люди говорят вот он изменил там или тому то от мужик там или жена мне изменяет ну как говорится дыма без огня не бывает и на измену тоже всегда есть причина либо уже она с прошлого воплощения эта причина идет тянется хвостом либо уже человек в этом воплощении так себя вел что да шо ж такое то что заслужил эту измену ну что у меня лезть под стол одевать искать упала эта штучка вот просто вот видите девочки говорю не люблю такие сережки с этими штучками дырочками эти все теперь мне тут не найти а лазить одно отдела вот смотрите как выглядит красивенько да нагрю вот эти задние штучки которые надо одевать чтобы держалась сережка поэтому я не люблю гвоздики но сами сережечки смотрите какие милые да то есть вот они как теперь быть потом искать других сережек будем снимать ну и короче опять и говорят там где дхарма там всегда победа то есть исполнение своих обязанностей это в итоге дает всегда хорошую судьбу поэтому ну как правило в этом воплощении мы отгребаем то что заслужили из прошлого но живя сейчас мы нарабатываем новую карму которую потом придется нам пожинать поэтому навсегда надо выполнять свои обязанности несмотря на то выполняет ли другой человек свои обязанности то есть нам нужно смотреть как говорится за собой ну что такое блин слишком здесь маленькие такие свободные эти штучки не одеваются так что же нам делать мне прям расстроилась да хотела эти розовые одеть ладно их оденем следующий раз надо к ним найти хорошие тугие застежки потому что это не пойдете потому что она все вылетает они слабенькие сейчас пока я буду с этим всем копошиться ну просто пройдет время так ладно оденем как есть но на улицу я в них не пойду тогда чтоб не потерять но к ним надо с чего-нибудь сделать застежки более тугие так то есть понимаете да друзья надо всегда исполнять свою дхарму согласно своей природе как кришна на поле битвы курукшетра говорил там где дхарма там всегда победа всегда исполняет свою дхарму как они мило смотрятся девочки ради их милоты можно простить им то что они вот с этим гвоздиками надо будут главное какую-нибудь резинку хорошую тугую найти чтобы они не выскакивали ну что все вот эти гвоздички которые есть чтобы их закреплять они такие ну чуть-чуть слабоваты и могут могут соскользнуть а потерять не хочется да ёпали представляете вот приготовилась к видим теперь был сидеть сережками сколько времени вообще а резать видео не хочется вот это заморачиваться потом ну я думаю вы меня простите да за такие технические вот и глянь ну прям ну что я дырочку что не могу попасть страны все вроде бы существенно как специально ну она просто очень слабенькая поэтому слетает я хочу я хоть как-то закрепить чтобы можно было хотя бы просто вот отснять видео в красивых сережках а потом уже я не там есть такая резиночка знаете власти классик школьный на его порежу из него сделаю резиночку чтобы держала ее хорошо не представляете вылетает сейчас я возьму сережку у меня здесь есть вот держать держать заставляете засада какая сейчас так все все время так сейчас просидим с этой сережкой может отрижать надо сейчас вот зубами прижала чтобы она ну как потуже была вот эта штучка чтобы она была потуже и не слетала держится выход нашелся девочки если вдруг задняя штучка если она такая чуть-чуть пластиковая с металлическим моментом то просто вы сжимаете и зубами она становится уже и серьга держится темнеет немножечко уже я надеюсь мы успеем немножко видео записать хочу вам сегодня показать прикольную палетку купила конечно же на алиэкспресс так что я хочу я хочу как всегда сейчас немножечко нанести крем девочки как сережечки чудо красивенько так я не знаю у меня нет или я нет или я не вижу функции как приближать видео чтобы вам показывали вблизи я вижу только переворот экрана о марджуна звонит а я опять видео пишу так надеюсь он так позвонит мне на другой номер телефона ладно надо ответить так здравствуйте мои дорогие друзья начинаю дальше писать видео потому что все таки подняла я трубку что арджуна звонит на вчера виделись за сутки один раз две минутки потому что мы их там был праздник разные всякие и от сутки можно сказать не виделись и она с утра он позвонил как только проснулся и сейчас и уже знаете вот сутки не видишь и уже мои девочки вот сутки не видишь и кажется все невозможно жить без человека в такие моменты осознаешь насколько он дорог насколько он дорог нас нас насколько он любим насколько он дорог и насколько вот прям родное понимаете утра родное как говорится первый раз со мной такое в жизни хотя я были у меня отношений раньше все да ну как-то но это совершенно другое совершенно другое абсолютно другой человек абсолютно с другими менталитетом другая страна но опять же вот встреча с этим человеком произошла уже после упай моих там определенных на изменение кармы связаны в отношениях и абсолютно кажется и языки разные и все ну да и иногда там есть конфликтная ситуация допустим какая-то конфликт он всегда был есть и будет это составляющая нашей жизни и просто конфликта нужно правильно решать конфликт он всегда показывает проблему какую-то которую надо решить а у нас в россии люди как конфликтную ситуацию решают они ее не решают если встает конфликтная ситуация они просто переходят на личности начинают друг друга оскорблять все все заканчивается очень сильнейшими оскорблениями девочки у меня тут есть блеск для губ от 6 до такая красивая баночка штучка покупала за 500 рублей всего лишь но это не подделка я просто брала у девочки с рук она продавала свою фирменную коллекцию для увлажнение хочу уж пока говорю пока то все чтобы губки были чтобы не сохли для увлажнения очень приятный кстати такой приятный шикарный нежный аромат у этого блеска сама баночка красиво сделано вы видите да и здесь написано щасейду японский бренд и я думаю вы знаете так что я хочу я не хочу я хочу ладно нанесем крем тогда знаете я вам хотела нанести в одном из видео показывала свой тональный крем брала я на его на алиэкспресс и бест называется это первый оттенок он светлый он прям для белых девочек вот для очень белых но сейчас увидите как убил но потом как-то пристраивается кожи я заказала еще один во втором оттенке а заказала потому что потрясающее оформление как вы видите да тональный крем потрясающее оформление и очень хорошее качество даже некоторые такие с именем блогеры те кто его попробовали смотрите он так вот делается вот вот так вот здесь 30 грамм цена на алиэкспресс на него там 500 чем-то рублей такой достаточно густой хочу его сегодня раз у нас сегодня венера значит будем пользоваться только только такими красивыми продуктами не только ну короче захотелось захотелось что хочу сказать и проблема наших людей почему у нас так 0 много разводов в стране потому что люди не умеют выяснять правильно отношения более того выяснение отношений только усугубляет проблему отношения не надо выяснять если встает конфликтная ситуация надо просто подумать поанализировать почему это конфликтная ситуация в чем причина где ошибка и просто как раз понять эту ошибку и больше так не делать а у нас люди не хотят анализировать это во первых во вторых люди не хотят признавать свою даже если ошибка очевидно они не хотят признавать свою ошибку ну корона у всех на голове понимаете да вот четвертых просто идет защитная реакция и она выражается в том что люди просто начинают друг друга оскорблять причем оскорблять очень жестко проходить по личности по его природе то есть даже если ты просто женщина у тебя природа женщины тебя оскорбят за то что ты женщина понимаете какая глупость тупости невежество а веды говорят самое страшное в отношениях это оскорбление потому что они конфликт не конфликт разрушает отношения оскорбление понимаете оскорбление именно оскорбление нарушают ну не нарушают именно оскорбление разрушают отношения конфликт они всегда были во все времена во всех цивилизациях потому что как я уже сказала конфликт он всегда будет есть потому что именно конфликт помогает то есть в этом есть польза именно конфликт помогает увидеть проблему понятие и решить то есть конфликт даже нужен чтобы происходил рост и духов дух рост сознание человека его духовный рост сознану понимаете да то есть он нам нужен этот конфликт для развития для развития нашего сознания духовности ну понимаете для развития своей природы и только более того отношения они в первую очередь существуют для этого отношения не существуют для того чтобы просто вместе жить там ходить в кино ну то есть кругу говоря наслаждаться да это тоже есть и это хорошо но они не только для этого потому что именно в отношениях с другим человеком тем более с противоположной природы человек может понять кто он есть на самом деле где у него развита нам его природа где не развита только другой человек всегда ему скажет исполняет он там свою эту дхарму или нет знаете на тебя как зеркало смотрюсь что называется а у нас люди как только какая-то как только наслаждение закончились начались трудности все давай good by my love good by как только надо решить ситуацию все ты дура ты ненормальная ты ты психичка просто идет оскорбление а потом мы развелись это не мой человек не сложилось или это не мой человек люди почему-то думают что ваш человек это тот с кем постоянный enjoy с кем только наслаждение только рай только вот и счастье и так далее это делать девочки мальчики не знаю кто это полнейшее невежество и заблуждение полнейшие если у вас такая будет философия по жизни вы никогда не выстроите нормальных отношений никогда ни с одним человеком понимаете конфликт он нужен для роста в этих отношениях потому что отношения любые отношения это либо совместный рост духовный рост сознание либо совместная деградация ну люди сейчас привыкли совместно деградировать но как только надо потрудиться над отношениями все я ухожу развод ты не оправдал моих надежд ну нам все партнеры попадаются согласно нашей карме именно те с которым мы должны решить свои вопросы не хочешь с ним решать вопросы окей либо как раз тогда принимая одиночество не женись либо если женишься то работой в этих отношениях если ты проработаешь да и ты вырастешь в своем сознании а если вырастешь то карма поменяется и тогда человек который с тобой в отношениях он либо а если он соответствует новой твоей карме он останется с тобой но ваши отношения перейдут до на более высокий хороший уровень более счастливый либо же этот человек просто сам собой уйдет и на его место придет тут же сразу лучший который будет уже соответствовать новой карме но люди же не хотят работать со своей кармой тот бишь со своими отношениями в том числе там кстати больше всего кармата и проигрывается тем более негативная в калию люди думают что отношения это вечный enjoy вечное наслаждение нет абсолютно нет понимаете и вот непонимание незнание вот этих всех вещей законов природа в итоге приводит к тяжелым таким последствиям плане что развод за разводом развод за разводом в итоге идет накопление негативной кармы и каждые последующие отношения они тяжелее 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 понимаете да и потом начинаются страдания вот не нашлось мужика не нашлось женщины нет моего человека с которым бы я мог построить от девочки строительство это очень вообще такая деятельность серьезная строительство это не enjoy не отношения тем более надо знать понимать учитывать природу другого человека девочки я пудру взяла это вот эстрады вот и я в предыдущих вы видите с какой скоростью она у меня летит месяца еще даже не прошло а уже вот она видите какой project честно говоря на меня уже подбешивает пудра неплохая но она подбешивать что она валяется и вместо много занимает и я не могу сказать что я прям в сильном восторге от нее мне хочется ее докончить поэтому я так если мне надо просто выйти в магазин как сейчас да почему я сейчас села так растет и надо сейчас выйти просто магазин и немножко привести себя в порядок вот поэтому темнее не хочу добровь и давайте быстренько бровки мы надрисуем бровочки у нас бровки для карандаш и для бровок пожалуйста темнота не наступай поэтому надо просто учиться строить отношения и понимать что никто нам этого enjoy я не должен мы все получаем согласно нашей карме абсолютно все карма это не где-то что-то там где-то у кого-то что-то плохое нет карма бывает и хорошие каждый наш день и карма это все где мы живем где мы сидим с кем что кушаем что абсолютно все проснулись с утра не проснулись как проснулись с кем проснулись это все карма то бишь на русском языке судьба а люди думают что ой люди думают что мой человек это вечный enjoy ну да конечно от ваш человек вот как раз таки тот где вам надо расти в отношениях если в отношениях происходит ситуация то она в первую очередь для вашего роста во первых отработка вашей кармы прошлые наработаны во вторых для вашего роста если вы проходите правильно эту ситуацию какую-то да и правильно все то ситуация дальше во первых она не повторяется если прошли правильно осознали оба чё к чему она больше не повторяйтесь она отработана она больше не повторяется если вы проходите другой человек не проходите только говорится это его проблема уже у каждого свой урок ведь у нас сегодня пятница и само собой как-то пошла тема про отношения то что шокрадев то есть буру он курирует вообще романтику любовь и курирует вообще отношения людей романтические семейные что-то я уже не вижу темнеет у меня бровь у меня есть лампа конечно и небо не хотелось включать ладно я включу посмотрю потом на видео как получится видео какое освещение если нормально то я выдам эту запись в эфир если нет значит просто просто вы этого не увидите никуда как я сейчас распиналась буду отношений так девочки быстренько покажу тенюшечки купила пару дней на волбересе тенюшки это лореаль я вообще эту фирму не особо так воспринимаю а просто у одной девочки увидела какие красивые тени ой какие красивые тени с маслом разглаживать все дела ой прям супер 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 супик лореаль тенюшечка думаю раз супер и прям так хвалит прям так хвалит думаю надо взять с маслом полезно для век разглаживает взяла такой оттенок взяла бронзовый она правда показывала такой больше розово-персиковый но розово-персиковые тени я ну как цвет мне нравится но на своих глазах на своей внешности я его не особо воспринимаю бронза она все-таки более такая коричневатая рыжеватая более к натуральному потому что мы розовый персик он иногда смотрится как воспаление понимаете да я думаю ну раз прямо сама вот эта партия теней что она такая крутая то я думаю возьму одну тенюшечку вот такого цвета я взяла что я могу сказать обычные обычные сатиновые рыжие тени ничего такого о чем она расписывала про этот литуаль насчет этих однушек я не увидела и честно сказать пожалела что прислушалась и взяла я вообще заметила что эта девушка верни сказать такая женщина я люблю смотреть ее ролики но она зачастую то ли она намеренно привирает то ли то ли у нас с ней несостыковка во взглядах на качество теней то есть нет качество нормальное качество нормальное но обычные сатиновый оттенок обычный сатиновый оттенок который можно найти в любой палетке просто именно в этом оттенке и вот в этих тенюшках нету того что она о них рассказывала нету вот я купила нету вот купила вот сейчас буквально когда там три-четыре дня назад забегала получила на балберис я буду ими пользоваться вот рыжий у меня таких рыжих вагон и маленькая тележка ну то она говорила штамм блёсточки что прям вот прям чуть ли не как к тому не знаю что и как масло и дуахромит и там эти блестки и шли мир что там вот прям все 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 может быть в том оттенке да в этом оттенке абсолютно нет обычный рыжий сатиновый оттенок может они есть масло да он мягкий как бы ну такое вот так что девочки может быть персиковый оттенок он и крутой в этой линейке ну вот такой рыженький оттенок он обычный рыжий рыженький бронзер ну да если там есть масло оно полезно для век будет разглаживать ноги хорошо но этот просто обычный рыжий оттенок сатиновый причем сатин обычный сатин даже даже сильно не сотенит уже бывает сатину они такие жирненькие прям уже как металлик а этот обычный абсолютно обычный то есть никакого прям блика чтобы такого прям то есть обычный средненький оттенок даже пожалела я его взяла за 272 рубля лучше пья за 272 рубля взяла бы целую палетку с алиэкспресса какой-нибудь бренд чем одну вот эту лари альку серьезно на мой взгляд я не обвиняю эту девушку нет это же мой выбор все таки да я подну как бы просто я прислушалась честно скажу она показывала там и другие цвета этого бренда и этот и этот то есть прям несколько цветов было вот этого вот этой линейки лареаль это ну те цвета меня не заинтересовали думаю ну раз он по качеству такой крутой и блестит и думаю такой носибельный цвет думаю ну пригодится это тоже пригодится но не то что она о нем рассказывала абсолютно не то вот поэтому игры обычный абсолютно обычный абсолютно ну пригодится почему такие оттенки неносибельные когда надо быстренько накраситься ну либо же не знаю может быть кому подарю так что я хотела я хочу показать другое девочки не блин жаль что у нас конечно свет уже я даже не вижу сама себя сейчас попробую лампу включить как будет давайте сейчас при белом свете покажу вам тенюшку которые я хочу а потом уже включу лампу а то вдруг лампа исказит девочки я купила тени мафик вот я вам вчера показывала румянчики маленькие вот этой вот этого бренда и сейчас на алиэкспрессе кто последнее время заходил наверняка видели вот эту палеточку я тоже долго на нее смотрела очень долго думаю да зачем такая она достаточно большая здесь наверно 20 20 на 15 здесь куда здесь скорее всего даже может быть 22 до скорее всего здесь 22 на 15 размер то есть я долго на нее смотрела тоже то выкидывала из корзины то опять вкидывала но вот эта палитра девочки она мне не давала покоя вот ляжешь спать она снится это палитра я думаю боже мне столько палеток зачем мне такая здоровущая палетка с собой таскать ее неудобно но каждый раз когда я заходила на алиэкспресс за последние три месяца она мне попадалась на глаза и вот эта палитра ну честно скажу не давала мне покоя нет ну блин ну какая же красивая палитра ну какая же красивая палитра ну какая же красивая палитра и они стоили там что-то восемьсот восемьдесят рублей ну я помню что 800 чем-то до 900 я думаю ну ладно даже округлить и 900 рублей за столько оттенков красивых такую палитру думаю ладно возьму потому что я бы я пыталась себя успокоить честно я пыталась я думала что ну да красиво сейчас подожду подожду что знаете девочки если что-то нравится то я не бегу сразу покупать я так отложу в корзинку и потом смотрю когда время проходит попускает меня это желание или нет и вот за три месяца она не попустила пришлось купить купила но вы знаете от тени хорошего качества но и этот бренд мафик или мафик как он называется это бренд он хорошего качества так давайте на лампу включу надеюсь что будет видно меня нормально нет уже конечно будет не то освещение надежно будет не то освещение то что лампа конечно уродует вот эта лампа кольцевая она уродует мое лицо ну ладно посмотрим я потом видео посмотрю если нормально будет сносно я его выложу для вас посмотреть если нет значит нет значит просто сегодня мне не получилось все то я так что-то сидела сидела потом надо снять надо снять позвонили и так ведь время затянулось и вот она мне не давала покоя это палитра и я думаю ну ладно 900 рублей возьму вот просто чтобы успокоиться потому что за три месяца девочки меня не попускала когда я получила палитру я не разочаровалась да здесь пластик вы видите да пластик но это хороший пластик почему нет он хороший добротный пластик хороший палитра как вы можете видеть красивейшие очень красивая здесь есть несколько таких шиммеров как вот таких оттенков ну шиммеры типа металлики матовые и гамма девочки но очень красивая гамма вот даже в реальности когда я увидела вот так вот значит открываете да ее и сидите и уже релакс вот вы смотрите но пока не на меня так действует я вот смотрю на эти оттенки и у меня вот знаете вот как медитация просто вот кайфую от разно от от этой от этих красивых оттенков потом естественно думаю на наш пробовать краситься раз купила и что я могу сказать качество тени мягкие и не очень мягкие шелковистые набираются переносятся все но они не сильно пигментированы то есть то есть вот сильная пигментация такая да они такие на троечку троечка четверочка смотря какой тут оттеночек то есть пигментация есть но они не сильно пигментированы то есть сами понимаете да то есть качество теней хорошие оттенки красивущие разные на любой вкус и цвет и на день и на ночь но сам пигмент он не особо на нас насыщенный то есть вам не нужно будет потом растушевывать его да то есть просто а вот и я попыталась с ним сделать макияж макияж и сделался все отлично все хорошо вот ну тени просто не вот как дымкой ложатся такой прозрачной дымкой ложатся тем цветом который вам нужен понимаете да то есть палетка выполнена отлично нитки не висят все здорово все хорошо просто просто нету вот этого ядреного пигмента вот и все поэтому я бы хотела давайте даже вот 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 эти бледные оттенки которые такие как пудровые вот они даже наносятся ну чтобы там припудривать все классно я вот решила сегодня с вами тоже сделать скажем так макияж этой палеточкой поэтому давайте вот припудрим здесь века вы правда уже припудривали припудривались давайте еще раз так ну лампу я буду я не люблю лампу мне уже не нравится что лампа нет солнечный свет данный богом это самое лучшее конечно точно видите даже даже кисточка из рук выпадает просто они средней пигментации оттенки чудесные для такого красивого нежного такого пастельного макияжа вот не навязчивого не вырвеглазного такого вот лег такие чтоб легкие красивые дыньки у вас были вы за мне понравилось я не против я могу игру на есть и пигментированные есть и не пигментированные эти как эти тени нормально я просто выбираю когда мне что хочется если мне хочется просто вот такой оттенок чтобы был легкая дымка определенного цвета я такие румяна беру если я хочу прям чтоб хорошо было ну такой пигмент хороший на такие беру поэтому я не пожалела что я купила эту палетку потому что я ее открываю смотрю на эти даже просто вот открою сижу смотрю и для меня это как релакс как отдых так это я тут такой хайлайтерный оттеночек взяла сама прессовала что чтобы более красивую упаковку перенести так ну какой мы сделаем только вот выбор всегда я перед выбором какой же мне сделать макияж наверное в зеленоватых оттеночках чтобы под кофту немножко так подходила сначала коричневым тоном сделаем форму глаза выстроим выстроим форму глаза такой теплый песочный оттенок вот смотрите видите девочки ну видно его они ложатся хорошо они не пылят они мягкие они шелковистые они приятные вот даже чисто так энергетически приятно ну просто не не сильный пигмент понимаете поэтому для тех кто для новичков кто боится кто хочет попробовать разные оттенки даже просто определиться идут им эти оттенки не идут ну и зачем сразу покупать дорогие какие-то тени а потом она вам не подошло вот за 900 рублей купить вот эту красивую палеточку поэкспериментировать вот уж я насколько искушенный человек в тенях мне вот эта палетка понравилась то есть с ней невозможно там пятен нас она хорошо растушевывается девочки невозможно поставить 5 то есть такие красивые приятные оттенки макияж не сделать реально я с ним проходила весь день просто пигментация она не такая яркая понимаете на игру она и не всегда нужно особенно там для новичков для тех кто там экспериментирует с цветами чтобы просто определиться какая цветовая больше идет так надо теперь видео писать садится раньше потому что уже как говорится зимнее время стемнеет раньше то чтобы успевать так это что это мои эти чупа-чупсики вот смотрите я взяла вот такой оттенок вот он здесь вот он вот этот оттеночек вот этот оттеночек и вот сделала им форму я думаю видно все так теперь хочу потемнее взять а мы сейчас еще так это более такой широкой кисточкой по всей поверхности пройдут что вы просто все как бы шлифануть шлифами оттенок вот приятный такой как будто вот натуральный так теперь я хочу просто взять на подвижные века какую-нибудь блестяшку взять хочу вот здесь не надо есть такой цвет я наверное возьму ведь он такой оливковый оливковый это кстати девочки у нас такой как вот пожалуйста что лореаль одна тенюшка за 270 рублей что вот эта вся гамма за 900 рублей вот качество одинаковая девочки вот я взяла оливкового цвета оттенок и он как раз таки сатиновый но он даже более красивый чем лореаль по своему сатиновому вот этому эффекту вот смотрите девочки видите да вот разница вот лореаль одна однушка 272 рубля и это навал берите потому что в магазине я смотрела стоит и 248 ой 348 и 1 1 цвет сатина из этой вот палеточки которая вся стоит 800 с чем-то рубля ну и есть смысл переплачивать очень красивый сатиновый оливковый оттенок понимаете смотрите даже не скажешь что там лореаль а здесь мафик с алиэкспресса мафик или мафик как не знаю это правильно вот пожалуйста вот я хочу вот этот оливковый оттеночек на на подвижное веко поэтому я очень рада очень очень рада что у нас есть алиэкспресс он экономит столько денег плюс предоставляет ну магазины которые там торгуют на алиэкспрессе плюс предоставляют за вменяемые деньги даже лучшую продукцию чем вот эти все западные бренды лореале летуале эти вивьен сабоны ну а пэтмоград и а всех этой честной компании вообще можно помолчать понимаете да девочки тем более учитывая что изначально косметика не тот продукт не продукт первой необходимости чтобы за нее платить такие деньги палетка 10 тысяч какой-то пэтмоград и сначала все ой так круто так круто вот вы заметили девочки когда только эти палетки появились все эти блогеры так называемые начали орать что какая она крутая а сейчас месяц два три прошло бум вот этот прошел и сейчас все чаще и чаще я натыкаюсь на видео где вопрос а действительно ли круто так пэтмоград а стоит ли отдавать такие деньги на сайтах сейчас на бэушных сайт где был у косметика продаются там нужно сейчас любую палетку поэтому все ее продают теперь все эти свои палетки эти блогеры продают раз такая крутая что ты не оставляешь себе чтобы пользоваться тут и и продаешь понимаете я вот когда вижу новый продукт где-то и блогеры рекламируют то я потом смотрю на этих сайтах где эти блогеры как раз таки поймете есть я вижу что это хвалят но почему-то продают пытаются от этого избавиться то я не верю таким блогерам что она крутая это патмоград или там шарлотта терм килбери ну раз такая крутая почему ты продаешь ее где логика тогда я не знаю поэтому я что у меня лично такая логика что если это мне нравится и я женщина я собираюсь кратить краситься да и и раз она такая крутая как ты о ней рассказывала почему ты ее продаешь мне непонятно в это логика мне непонятно абсолютно мне даже вот если бы кто пришел подружка бы зашла какая-нибудь сказала ой какая палеточка продай типа я даже тебе две тысячи за нее заплачу я бы сказала зачем а я моя я хочу ей краситься зачем понимаете потрясающая гамма девочки очень красиво не знаю я у нас на мой взгляд на мой вкус я понимаю что он может не совпадать с вашим и это нормально но я говорю о своих впечатлениях а там дальше как говорится выбор за вами для меня не всегда нужен ядреный пигмент вот здесь вот когда хочется что-то так вот дымка вот невесомого так ну при этом что оттенок был который мне надо вот он и есть вот как здесь есть коричневый оттенок складки там и так далее на веке есть оливковый вот этот есть есть поэтому здесь есть вот такой цвет девочки вот он такой красивый такой как салатовый яркий я хочу его поселить на верхние веке но блик такой сделать прям вот вот так вот сюда хочу вот вот сейчас я вам его покажу то есть на всем на все века я положила оливковый а теперь именно на самую верхнюю посерединке на века хочу вот вот этот такой салатовый оттенок он тоже шиммерный хочу положить у меня получится что внутри и снаружи на верхнем веке будет оливка а все в серединке будет именно уже такой яркий салатовый смотрите я вам хочу этот оттенок показать здесь вот этот яркий салатовый вот уже он знаете такой как сатину это такую сатин уже как в металлик переходит стремящийся к металлу игру он красивее и лучше по качеству чем вот этот лореаль вот смотрите вот этот оттенок вот он салатовый такой же металлический видите вот он смотрите вот он он блестит он он сатиновее чем вот этот лореаль ну и что алиэкспресс киджай классно а палетка всего лишь игру 800 рублей ну там разные магазины у них там чуть-чуть колеблется цена плюс минус там 50 100 рублей ну вот я взяла за 800 чем-то макияж можно сделать вполне для дома для семьи или там чисто быстренько для магазина то есть от вот палеточка такая прикольная так что я дальше хочу я теперь хочу более темно-коричневым цветом затемнить нижние века все-таки уже вечер даже темно и складочку больше выделить чтобы она у меня была более выделенной скажем так более более коричневым цветом хочу это сделать так нет этот не такой коричневый надо потемнее что-то я хочу немножечко здесь в уголочек мы затем не немножко складку именно по складке пройдемся чтобы складочку и внешний уголок вот здесь вот просто чуть-чуть затемнить более темным оттеночком я думаю что многие на алиэкспресс видели эту палетку по крайней мере тех девочек которых я смотрю я вижу что они отовариваются на алиэкспрессе ну я не видела чтобы эта палетка их займуку чтобы они ее купили и показывали потому что я уверена что они на нее смотрели видели и думаю что даже эта палитра им понравилось ну чтоб палитра красивейшая но наверное девочки подумали так что ну то палетка красивая но здесь пластмасса и это столько оттенков и всего лишь 800 рублей сто процентов какое-то г сто процентов палетка плохая что столько оттенок за такую маленькую сумму а вот вот но мафик или мафик как правильно не знаю это все таки бренд вот и я не думаю что бренд будет так низко падать просто это бюджет а это хороший бренд но бюджетный бренд и у меня кстати от этого бренда я брала вот что я брала вот кстати я брала вот это брала это тени тени и румяна в одном лице скажем так и смотрите какая чудесная упаковочка это конечно закос под японский бренд он очень дорогой он называется джил стюарт есть такой японский бренд косметический ну прям такой люкс люкс японский люкс джил стюарт красивейшая продукция у них красивейшее оформление да оно все пластиковое но красивейшее пластиковое оформление у меня есть румяна от джил стюарт я их покупала с рук сами эти румяна стоят пять тысяч пять тысяч но мне посчастливилось их купить срок у девочки за 1200 там красивейшее оформление я как-то в одном из видео показываю на днях еще покажут уже много уже косметики ну видите и вот у этих джил стюарт тоже вот есть вот тоже вот такое есть я думаю что этот мафик просто скопировал идею ну как вы видите очень красивая штука вот она еще с этими с цепочкой очень красивая но это это я год назад покупала на алиэкспрессе вот это вот там что-то тоже до 300 рублей но это у нас тени и как румяна можно использовать там три или четыре варианта оттенков так что такое время открывается можно использовать ведь она как и это мне надо было другую гамму выбирать я что-то так и подумала что я буду и как тени использовать и как к румянчики но к сожалению такие светло-розовые пыльные оттенки на глаза мне не идут как будто я заплаканная ну вот этот коричневый конечно я могу использовать блестяшку могу но в основном я могу этим пользоваться как румяна и здесь таки написано что это румяна тени хочешь так хочешь так тем более именно вот этот цветовая гамма ну сама коробочка оформление девочки она красивая очень красивая при пищу с цепочкой она классно это тоже мафик то есть это же фирма что и тени просто китайский бюджетный бренд но он неплохой он хороший достаточно достаточно хорош поэтому я подумала ну тени до 900 800 чем-то рублей палитра большая да есть вероятность что качество будет не очень но вроде бы мафик мафик думаю возьму рискну попробую потому что игры вот это сама палитра мне не давала покоя мне так хотелось вот эту именно палитру вот эти цвета вы знаете я не пожалела я уже раз делала нею макияж я не разочаровалась сейчас вот я второй раз делаю тоже разочарование не испытываю я купила ее где-то наверное эту палитру когда несколько но месяца наверное полтора прошло полтора два месяца назад девочки я купила вот раз попробовала просто не было возможности видео отснимать и вам показать эту палитру кому она интересна для быстрых макияжей легких на каждый день вот тогда и так можно в общем то чего нет меня уже видно видно цвета есть все есть я говорю качество хорошие знаете я даже могу сказать она лучше чем у диора у некоторых палеток серьезно и у этих и в сен-воранов уже я пробовала они даже на палец и набираются а здесь все набирается на палец все навека переносится то есть качество хорошее просто пигмент не настолько яркий вот и все но его достаточно как вы видите чтобы набрать на кисти и на глаза и сделать макияж так что будем делать будем делать я же не закончила здесь не затемнило делать ниже ресничку будем делать ниже ресничное пространство так как где мой карандаш а просто и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Цвета красивые, носибельные Такие, скажем так, интеллигентный Такой хороший макияж сделать можно Так что качество неплохое Просто пигмент не особо сильный Пигмент не особо сильный Средний пигмент То есть просто меньше добавили пигмента Все Понимаете, да? Просто меньше добавили пигмента Вот и все Я просто думаю, что у этих брендов У них хватает мозгов Чтобы снижать качество И Так обделаться И попортить себе репутацию Нет Просто если меньше добавили пигмента Это ж не значит, что качество будет плохое Качество, на мой взгляд Это когда на палец не набирается На глазах Не держится Осыпается Вообще его там нету Когда оно не ложится Когда оно скатывается Ну, то есть вот такие всякие дефекты Понимаете? А когда просто Оттенок не насыщенный А Ну, просто по цвету более лайтовый Такой, да? Вот такой Лайт Это нормально Ну, что я говорю Я сначала тоже думала Знаете, как Мне надо, чтобы такой пигмент Чтобы хорошо было видно на глазах Ну, я купила парочку брендовых теней Да, там на Бьюти Бэй Там тут же Мелт Косметикс Там Лунар Косметикс Там хороший пигмент Девочки Ну, это ж замучаешься его тушевать Ты его набираешь, нанес И оно пятном черным там И ты сидишь и вот это И вот так И его либо тушевать сидеть Каждый глаз по полчаса Либо идти умываться И брать вот такую палетку Понимаете? То есть ты замучаешься это тушевать Вот его Либо тинт остает Просто оставляют тинт И ты потом с этим красным тинтом Ты не можешь никаким консилером замазать Эти тени пигментированные Поэтому Поэтому вот тени восточных брендов У них пигмент не так ярко выраженный Хотя бывает прям классный пигмент Очень классный Но все равно он По качеству эти тени Они какие-то мягкие Шелковистые Такие Как в пыль Они тушуются хорошо Они втушевываются Тушуются Настолько, что Ну, очень приятно с ними работать Нету Вот этой Малярных работ На целый час Нету Вот взяла, нанесла Вот как сейчас И все культурно Все интеллигентно Оттенок Приятно Приятно работать Взаимодействовать То есть То есть Очень приятно То есть я не испытываю никаких Страданий Негативных эмоций Когда я беру в руки эти все палетки Наоборот Я испытываю очень приятные Удовлетворительные Удовлетворительные Эстетические Свои эмоции То есть Меня устраивает Абсолютно все И Качество пластика И Оформление И Ихние шиммеры И их Все бывает такое красивое Что я говорю Красивее, чем у Диора Или там у других Этих всех брендов Даже намного красивее Намного Вот Кстати, брала на Валбересе Июний лук Да Синий карандаш брала Июний лук Что-то там 80 или 90 рублей Ну, такой неплохой Средний Ну, накраситься можно Неплохой Потому что я люблю Синие карандаши Ну, такого Оттенка Индиго Такого Я на низ Как правило Их делаю Вот так На нижнее веко И это дает Зелень Зелень Из моих глаз Вытаскивает У меня глаза зеленые Но если я подбираю Еще правильно Вот Макияж В таких оттенках На нижнее То Они кажутся Еще более зеленее Прям Очень Так выразительно Ну, вот Если там Видно Сейчас Лампа светит Кольцевая Вот эта Поэтому, девочки Так оно Так А, знаете, девочки Так Ну, это мне доставать Но это туда В следующий раз Ну, что у меня есть Еще одна новиночка Это помада Которую я вам хочу показать Я получила Тушь обычная Эволайн Черная Хорошая Сейчас уже Глаза закончим Девочки Что хочу сказать Просто я вот Недавно же получила Посылочек Кучу И вот Видите, в каждом видео Там По 2-3 предмета Вам показываю Новеньких Сали И мне пришла Тушь С Алиэкспресс Там Я просто в одном Магазине Заказала сразу Семь продуктов И вот Я там заказала Тушь Тоже на что-то там 92 рубля Там были Разные цвета И я думаю Я захотела Заказать фиолетовую Фиолетовую Там такой красивый Фиолетовый оттенок Я думаю 90 рублей Возьму Попробую Вот Оформление туши Красивое Очень миленькое В японии В китайском стиле Голова кошечки Там такое Я думаю Возьму Попробую Думаю За 90 рублей А вдруг Хорошие Что-то захотелось Вот цветная тушь Потому что цветная тушь Чем хороша Вот тоже Припудрил лицо Румянчики Помада Цветной тушью Глаза накрасил И все Можно бежать Так, девочки Я сейчас вернусь Подождите секунду На паузу поставлю А где пауза? А вот она Так, я вернулась Надо было отойти Девочки Так Реснички Надо накрасить Ну так вот Я купила Я гмелька закажу И там был Синий Фиолетовый Темно-фиолетовый Светлый И на фото Так красиво Думаю 90 рублей Скорее всего Наверное Кака какая-нибудь Не очень хорошо Ну возьму Попробую Пытка не пытка А что делать-то? Так методом проб и ошибок Ну ладно А вдруг хорошее? Пришла мне эта тушь Очень обаятельная Милая упаковочка Черненькая Цветочки Ушки Как кошечка Фиолетовая Как я заказывала Я думаю Дай-ка попробую У меня было как раз Умытое лицо Ничего Вообще Думаю Просто вот одни ресницы Накрашу Чтобы посмотреть Какой цвет Как вообще тушь сама Девочки Я была поражена Во-первых Красивущий цвет Во-вторых Мои Тоненькие Короткие ресницы Она превратила В такой Красивый Фиолетовый Веер Во-первых Красивый цвет Ресничка К ресничке Никаких комочков Никакого Ослепления То есть вот Вот Я такая Раз-раз Тони Не может быть Тушь За 90 рублей Я раз Ну я первый слой Нанесла Ой думаю Классно Минутку подождала Посмотрела Дай-ка второй слой Второй слой нанесла Девочки Там даже ни стрелочки Ни теней Делать не надо Вот если вам просто Нужен цвет Ресничек Вот просто вот Допустим Я взяла фиолетовый Почему? Потому что фиолетовый И синяя тушь Как и тени Так и карандаш Они подчеркивают Мои зеленые глаза То есть они С этими оттенками Становятся вообще Зелеными глаза Да И вот когда я хочу Вытянуть именно Побольше зеленого цвета В своих глазах Вот фиолетовый Такой баклажановый Либо синий оттенок Либо вот карандаш Слизистая Либо там Тени Либо вот даже тушь Девочки Ну тут получается Вот если надо быстро И цвет вытянуть Да и просто вот Ты просто ресницы красишь И у тебя уже вот Вот этот Яркие красивые глаза Девочки Девочки Я второй слой нанесла Они так Вот Понимаете Вот Как будто Не знаю Кто Лучший стилист Уложил эти реснички Хотя я говорю Мои ресницы свои Они так себе Реденькие Короткие Ну такие Откуда Ну вот так Равномерно все Улеглось Такой красивым Веером легло Ресничка К ресничке Они разделились Отличная Кисточка Отличная Консистенция Этой туши Красивейший Цвет Красивый Яркий Такой красивый Благородный Фиолетовый И ресниц Как будто В два раза больше Понимаете Они удлинились Они вот так вот Встали Я такая смотрю Думаю Блин У меня глюки Что ли Думаю Не может быть Я смотрю Смотрю Я в течение дня Вот любовалась Понимаете Думаю Блин 90 рублей Я в следующий раз Покажу вам Обязательно Мы сделаем Какой-нибудь Такой нюдовый Макияж Чтобы именно Подчеркнуть Глаза Вот этой тушью И Я подумала Там же Разные отец Есть Там и черный Есть То есть Оттуда Можно брать И черный цвет За 90 рублей Получать Шикарные ресницы Но если черный цвет Такой же Такого же Качества Как и фиолетовый Девочки Я покупала Фиолетовую Тушь Баклажановую От Ив Сен-Варан Давно Лет 10-15 Назад 2000 рублей По тем временам Она стоила Во-первых Она засохла Через месяц Они быстро сохнут Во-вторых Тушь была Очень красивый цвет Баклажановый Но она была Густющая Ее невозможно Было вот так вот Прочесать На ресницах Оно ложилось Комками То есть Я поняла Что я больше Никогда Дорогущие туши Покупать не буду Никогда Тушь быстро Расходуется И тратить На тушь 2000 рублей Ну это Просто Либо Надо быть Не знаю Кем Чтобы вот так вот Не любить Денежную Энергию А это энергия Чтобы так вот Ее выбрасывать На какие-то Вот эти туши Которые засыхают Через месяц И ты не можешь Даже Накраситься Ну это просто Шизофрения На мой взгляд А здесь Обычный Малоизвестный Бренд Китайский Тушь 90 рублей Вот Все мне в ней понравилось Красивая упаковочка Милая Щеточка Сама тушь Как выглядит Ресницы С ней То есть Вот просто Вот ресницы Накрасил И этого Достаточно Этого Достаточно Я и так Зеркало И так И так Посмотрела Я была Приятно Шокирована Девочки В следующий раз Обязательно Вам покажу Потому что Сейчас уже темно Не будет видно Когда будет Белый день Может Завтра Сниму Это видео То есть Покажу Обязательно Потому что Шикарные Понимаете Вот лишний раз Убеждаюсь Что Обычные Скромные Скромные Подчеркиваю Какие-нибудь Китайские Бренды Обычные Рядовые Делают Классную Продукцию Классную Причем Вот этот Ив Сен-Лоран Я говорю Я С тех пор Больше ничего Не хочу От этого Ив Сен-Лоран Ничего У моей Клиентки Она меня Как-то Пригласила На дачу Говорит Приезжай На недельку На дачу Там Посидим Там Йогу Поделаем Позанимаемся Йогу Поделаем Там Упай Моя Очень хорошая Клиентка Я ее С ней Сотрудничаем Я ее Знаю В 18 лет У нее Дача За городом А вот И это Мы поехали Ну я естественно С собой Косметичку Взяла У нее там Своя Косметичка И вот С утра Мы как-то Проснулись Йогу Подделали Сели Я же Давай Крась Она говорит Ой Покажи Как ты Красишься Ты у тебя Всегда Такие Глаза Ну такие Глаза Я так Всегда Любуюсь Как ты Так Красишься А у Нее Тоже Глаза Большие Зеленые И Очень Красивые Как потом Оказалось И я Достала Свою Косметичку Она Достала Свою И вот У нее Были Тени Знаете Такие Пять Цветов Ив Сен-Лоран Тени Посерединке Длинный Рефил Идет А здесь Два Коротенькие Здесь Коротенькие Здесь Здесь Очень Длинный И в Такой Зеленой Гамме Ив Сен-Лоран Думаю Можно Мне Посвочить Попробовать Девочки Даже На палец Не набрались Нормально А я Все Думала Почему У нее Вроде Тени Она Накладывает А у нее Как-то Кусками Как будто Просто Наляпано Что-то Оказывается Это Ив Сен-Лоран Было Наляпано На глазах У нее Я Еще Всегда Думала Глаза Видно Что Красивая Форма Большая Что Если Сделать Хороший Макияж Там Будут Глазами Просто Убить Можно Вот Реально А у нее Я смотрю У нее Как Просто Наляпано Наляпано Что-то На глазах Оказывается Это Она Ляпала Этими Ив Сен-Лораном Я говорю Вы мне Позволите Мне так Хочется Ваши Глаза Накрасить Можно Я их Накрашу Я Когда Накрасила Ей Глаза То Как Я Это Видела Ее Глаза Вот Потому Что Я Уверена Что При Правильном Макияже Можно Любые Глаза Сделать Очень Очаровательными Вот Реально Посмотришь И очаруешь Я накрасила Ей Глаза Она Берет Зеркало Смотрит И Как Давай Рыдать Я Испугалась Что Случилось Боже Как Красиво Это Я Такая Красивая Это У меня Такие Красивые Глаза Я Говорю Да Вы Что Не Знали Она Говорит Она Боже Я 62 Года И Мы С ней 18 Лет Уже Общаемся То есть Как Уже Даже Она Моя Клиентка Мы У нас Такие Приятельские Хорошие Отношения Женские Она Говорит Боже Мне Мне Надо Было Еще По Совместительству Брать Тебя Своим Визажистом У Меня Помада Диор У Меня Туш И Там Да Тоже Диор У Меня И В Сен Лоран Тени А Я Постоянно Выгляжу Как С Помойки С Такой Люксовой Косметикой А Она Говорит А у Тебя Какие Ну Какая Косметика Ну Вот Говорит Тенюшки С Алиэкспресс Это 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 Она Говорит А я Думала У тебя Там Косметика Ну Вообще То Есть Просто Каких То Таких Брендов Что Я Даже Боялась Спросить У У У У Всегда Глаза Выразительно Красиво Накрашены Нет Обычно Как Она Как Давай Рыдать Она Как Давай Рыдать Боже Это Что У У У Такие Красивые Глаза Я То Есть Не Убить Эту Красоту Да Неправильным Макияжем А наоборот Подчеркнуть Выразить Подчеркнуть Вашу Красоту А у Нее Глаза Больше Даже Чем У Меня Больше Просто Вот Надо Красиво Это Все Так Сделать Чтобы Ну Вот Тебе Пожалуйста Поэтому Девочки Тут Делать Они Самой По большому счету Косметики Хотя Она Должна Конечно Быть Ну Конечно Же Качественно А тут Дело Еще В умении Наверное Рисовать Вот Так Девочки Мои Дорогие Что Я Хочу Во-первых Нам Надо Оформить Наверное Лицо Давайте Мы Оформим Лицо Так Что Я Хочу Сделать Давайте Мы Оформим Лицо Я Возьму Вот Эту Свою Новенькую Палеточку Очень Она Мне Нравится Тоже Алиэкспресс Девочки Я Вам Уже Показывала Чудесная Чудесная Палеточка Румяна Контур Хайлайтер Как Вы Можете Видеть Все Красиво Оформлено Абсолютно Все Красиво Пластик Хороший До 300 Рублей Но За Такие Деньги Это Просто Огонь Девочки Огонь И Вы Знаете Она Многим Блогерам Нравится Я У Многих Девочек Ее Видела Она Многим Нравится Прям Еще Никто Не Сказал Что С Ней Что Не Так С Разных Брендов Но Все Оформлено Одинаково Просто Так Получалось Что Я ее Три Раза Заказывала Думала Что Она Мне Не Дошла А В итоге Все Три Дошли Одна Прям Даже Через Год Дошла В итоге У меня Три Палетки Таких Но Я Даже С Ними Расставаться Не Хочу Не Дарить Никому Не Хочу Не 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 Продавать Потому Что Настолько Понимаете Да Вот Пожалуйста Палетка За 286 Рублей А С ней Расставаться Не Хочется А Девочки Другие Дана Покупали Себе Там Этот Петмоград Там Эту Денону И все Остальные Прочие А Теперь Не Знают Куда Их Девать Эти Палетки Так Так Хайлайтер Я Взяла От Этой Палеточки А Румянчики И контур Я Хочу Взять От Другой Палеточки Это У меня Такая Палеточка Я Мало Ее Показывала Один Раз Это Я Купила На Ebay Гонялась Искала Это Японский Бренд Это Японский Бренд Он Называется Canmake Canmake Здесь Идет К нему Вот Такая Кисточка Натуральная Очень Хорошая И Здесь Просто Идут Румянчики Очень Красивого Персикового Цвета И Бронзер Да Это Бронзер Ну Такое Милое Ну Знаете Это Считается Японский Этот Масс Маркет Ну Японский Масс Маркет Ну Вот Эта Палеточка Она Стоит 1900 Рублей На Ebay Ну И В Японии Она Тоже Так Ж Стоит Пластик Хороший Красивое Оформление Хорошая Дорогая Кисточка К нему Натуральная Ну Это Считается Масс Маркет Потому Что Супку Да Вот Палеточку Я вам Показывала Недавно Она 7-6 А то И 8 тысяч Стоит Люкс Японский Качество Потрясающее Берегу Ее Один раз Пользовалась Смотрите Какой Красивый Принтик На ней Вот Потрясающе Очень нравится Вот Что-то Сегодня Ну Сегодня Венера Что-то У меня Прет Всякая Красивая Давайте Сделаем Румяшек Такой Красивый Персиковый Цвет Вот Нежный Деликатный Вот Я говорю Восточный А знаете Как Как-то Я вам Хотела Эту Местерию Рассказать Знаете Как Я вообще Заинтересовалась Восточными Брендами И вообще Попала На Алиэкспресс Сначала Потом Потом Эта Палетка У Сыну Алиэкспресс Вот Эти Алиэкспресс Алиэкспресс Оттуда Не Вылазим Теперь Девочки Я Западные Бренды Вообще Не Покупаю Ни Туши Вот Ни Пудры То 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 Алиэкспресс Недавно Только Вот Взяла Я вам Показывала Вот Эти Румяшки От От Вивьен Собо И то Взяла Потому Что Они Сатиновые И Красивый Персиковый Оттенок И Цена Была 229 Рублей На Валдерис И Они Пахнут Розой Реально Классные Реально Классные Упаковочку Будем Поменять Особенно Верхнюю Крышку И Цены Бы Им Не Было Вот Как Люкс Понимаете Вот Я взяла А все Остальное Девочки Все Практически Все У меня Это Все Вот Это Японская Там Корейская Там Это Китайский Ну А Китайский Где У нас Больше Всего Но на Алиэкспрессе У нас Представлены Эти Бренды Вот Даже Этот Бренд Зеси Китайский Люксовый Бренд Зеси У меня Уже Сколько Четыре Палетки От этого Зеси Красивейший Люксовый Бренд Красивейший Качественный Люксовый Бренд Что Не Палетка То Шедевр И Как Внутри Так И Снаружи И По Качеству И По Оформлению Ну Те У Девочки Смотрите Какой Ненавязчивый Если Вы Видите Персиковый Оттенок Румян Они Ничем Не Пахнут Но Очень Красивый Оттенок Очень Я Еще Думала Розовый Брать Или Персиковый Нет Персиковый Прям Вообще Башерозовый Когда Такой Барбишный Он Все Таки Немножко Так Персиковый Вообще Красота Девочки Очень Красивый Персиковый Это Кенмейк Называется Вот Поближе Покажу Видите Вот Кенмейк Это Японский Бренд Кенмейк У них Румянчики Очень Красивые Есть Там Просто Так Цветами Разные Так Здесь Бронзер Давайте Бронзер Чуть Чуть Попробуем Тоже Девочки Ну Вот Ну Потрясающе Вот Просто Сейчас Правда Свет Не Особо Хороший Но Я Вот Вижу Вот Вообще Настолько Все На Коже Выглядит Красиво Как будто Ваша Кожа Как будто Это Ваши Они Накрашенные Вот Серьезно Ни Пятен Текстура Легчайшая Приятнейшая Так Что Сын Правильно Сказал Говорит Мам Ты Что Говорит Не Знаешь Что Японская Вот Эта Восточная Косметика Она Лучшая В мире Говорит Там Даже У них Конкурсы Проходят У Кого Лучше Награды Дают У Кого Лучше Вот Эта Вся Косметика И Так Далее Вы Знаете Пока Я Сказала Вот Этот Кэм Мэй Вот Эти Все Действительно Я В Интернете Нашла Публикации О Конкурсах Где Косметические Бренды Соревнуются По Качеству Косметики По Оформлению И По Качеству Я Действительно Нашла Эти Все Вещи Все Вот Эти Публикации Вот Эти Все Ролики Я Все Это Нашла Девочки Реально А Западное Это Такое Чисто Да Бывают Там Хорошие Вещи Бывают Но Даже Если Хорошая Такая Цена Что Или Или Там Вроде бы Хорошее Что Но Оформление Такое Скудное Коричневый Пластик Томфорд Коричневый Пластик Все Никаких Там Тебе Ни Цветочков Ничего Так Все Очень Строго Лаконично Зачем Мне Коричневый Пластик Я Не Хочу Я Лично Не Хочу Очень Красиво Девочки Канмейк Присмотритесь Вот Кто Любит Для Лица Вот Эти Продукты Вот Этот Канмейк Очень Красиво Очень Если Закончится Буду Опять Его Искать Покупать На Алиэкспресс Я Нашла Канмейк Он Там Дороже Стоит И Выбор Небольшой Если Будете Искать Канмейк Вот Эти Вот То На Эбэй На Эбэй Я Нашла Там Можно Найти И Там Уже У разных Продавцов Я Нашла Стоили 900 Рублей И Бесплатная Доставка Поэтому Они Стоят Там У тебя Хотя Кажется Маленькие Мало Продукта Да Ну Маленькие Как бы Но Настолько Они Вот Приятные Красивые И С собой Взять Вот Мало Места Еще Еще И Натуральная Кисточка Мягкая Хорошая Поэтому Даже Не Пожалела Эти 900 Рублей Вообще Так Девочки Теперь Самое Интересное Тоже Я Хочу Вам Сегодня У нас Видео Очень Длинное Хочу Вам Показать Помаду Тоже Мафик Почему Так Сложилась Помада Это Она В бумажной Коробочке Сейчас Я Вам Открою Вы Ахнете Я Ахнула Помада Стоило Сто Семьдесят С чем То Рублей Я Просто На картинке Посмотрела Цвет Красивый Сто Семьдесят Рублей Я Брала Просто Цвет Но На Картинках Там Я В магазине У них На Алиэкспресс Я Не Видела Как Будет Выглядеть Эта Помада И Когда Я Ее Увидела Девочки Я Просто И Это Сто Семьдесят Рублей Такое Шикарное Оформление Еще Цвет Такой Красивый Я Удивилась Девочки Честно Девочки Внимание Это Видите Как Это Ажур Ленточка Ажурная Ленточка Смотрите Помада Вот Эта фирма Вот это Мафик Вот видите Мафик Написано Вот она Девочки Смотрите Помада Вот написан Мафик Теперь Смотрите Вы Видите Да Девочки И Это Все Девочки Добротный Пластик Вот Гладенько В руках Приятно Держать Девочки Еще С этими Штучками Посмотрите Какой Рисунок Какое Какое Оформление Девочки Очень Приятно Очень Красиво Все Очень Вот Просто Это Просто Потрясающе Вот Просто Потрясающе Девочки Ну и Сама Помада Сейчас Вам Вот Она Крутится Смотрите Какой Оттенок Такой Красивый Такой Коричнево Пыльный Такой Вот На Осень Такой Оттенок Посмотрите Вы Видите Да Вот Вы Видите Да За 170 Рублей Девочки Я Первый Раз За Такую Цену Вижу Такую Хорошую Красивейшую Помаду Я говорю Упаковка Это 100 Баллов Из 10 Сейчас Покажу Вам Но Она Матовая Матовая Бархатная Такая Девочки Смотрите Оттенок Какой Красивейший Красивый Оттенок Вы Видите Какой Это Печенькой Пахнет Вы Видите Да И Как Это За 170 175 Или 176 Рублей Вот Такая Красивущая Помада Я Вообще Я В Шоке Вот Тебе И Китай Хочу Нанести Сегодня Накрасить Когда Ее Увидела Я Аж Просто Первый Раз Сегодня Пробую Я Ее Получила Только Вот Пару Дней Назад Ребята Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, это тот самый оттенок, он такой как нюдовый, только вот в таком более темном осеннем варианте. Вот на губах кремовая, приятная, наносится, без проплешин, без всего, причем ни карандаша вы видели, ничего нету. Вот, причем... Пахнет печенькой. Очень красивый, благородный оттенок. Ну и девочки, вы видите, да? Ну как вот это, как вот это можно было? Вот, соответственно, у меня всегда вопрос, у меня всегда вопрос, если эти китайцы могут сделать вот такой шедевр, девочки, очень-очень качественно, очень приятно, вот просто вот, ну, как будто дорогущий пластик, понимаете? И у меня всегда вопрос, соответственно, если китайцы могут сделать такой красивый... Смотрите, вот она закрылась, вот такая помадочка. Если китайцы за 175 рублей могут сделать такую красивую помаду, я даже не знаю, выкидывать эту коробочку, не выкидывать, чтобы уже помаду оставить, потому что, естественно, я буду ею пользоваться. Ну, наверное, выкинула уже тогда уж, потому что у меня столько этих коробочек, такие красивые коробочки, что уже даже коробочки жалко выкидывать. Кому интересен тон, это у меня 0,1 тон, девочки, 0,1 тон. 0,1 тон. Вот так бренд называется, набивается там, если захотите в Алиэкспрессе, ищите. Это 0,1 тон. Там тонов было, наверное, 6 или 5 разных, а может больше. Да, я ее оставляю, буду, естественно, не ее пользоваться. Вот здесь она у меня красиво будет стоять. Коробочку я выкидываю, что... Ну, жалко выкидывать коробочки, но куда их девать? Ну, что, естественно, буду пользоваться. Пусть она у меня здесь на столике так красиво стоит с этим ажурным. Вопрос, девочки. Если такую красивейшую и саму помаду, еще и футляр для нее. Реально, ты берешь вот просто дорогущая вещь. Ощущение, вот, девочки, если бы, вот, я уверена, что если бы вам вот так кто-то бы сделал это в подарок, и не сказал, где это было куплено, и за сколько денег, вы бы подумали, и не было бы там бренда, да? Или там написали бы там, допустим, Кристиан Диор, там, или там, ну, не знаю что. Девочки, вы бы поверили. Я уверяю вас, потому что вот качество, вот, вот, когда вы держите, это просто какой-то экстаз. Вот цвет, все, да даже просто дизайн, даже просто дизайн помады. Даже вот просто дизайн, вот этот весь дизайн, он, понимаете, он потрясающий. Вот так, не так, не так, не так, а вот так, вот. Вот он так засовывается, вот так. Вот так, понимаете, даже просто вот сам дизайн, он потрясающий. То есть тут вообще не скажешь, что это стоит 175 рублей. Соответственно, у меня вопрос, если такую красоту и внутри, и снаружи, да, качество помады, и можно сделать за 175 рублей, то почему те же западные бренды свои там какие-то дурацкие помады продают там за 3 тысячи одна, за 4 тысячи, а то и больше. Это шоу, Шарлотт, Тилбери этот свой пилуток продает там за там сколько там этих. Понимаете, да? Красивейший, и к этому макияжу, на мой взгляд, она очень подходит, эта помада. Просто очень красивый цвет, такой благородный, такой припыленный. Коричневый, не коричневый, не знаю. Ну, такой вот он. Он и для холодных девушек, для теплых подойдет. У меня нет слов. Так что, слава богу, что есть Алиэкспресс. А иначе бы мы могли бы купить только одну помаду от Шарлотт, Тилбери, и все. Уже с такими ценами не разгуляешься. Вот. Ну, вот такие новиночки, девочки, я показала вам. Простите, что запоздала с видео, и оно уже перешло в съемку. Вот ночь на улице, я возле окна, и лампа, поэтому освещение может быть не очень хорошее. Соответственно, может быть, оттенки и лампа не так передает. Потому что когда дневное освещение, ну, сами понимаете. Ну, вот, по крайней мере, вот так вот получилось. Так получилось. Простите, если что. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этим всяким, казалось бы, дешевым брендам. Но на самом деле, ну, тенюшечки еще раз вам покажу. Видите, вот где бликает, это шиммерные. Ну, не шиммерные, а как металлики, такие сатиновые, вот где бликает. Остальные матовые, вот, оттенки красивейшие, конечно. Я говорю, у меня просто, я говорю, я не могла спать с этой палитрой. Ну, фиолетовый, такой фиолетовый баклажан. Вот, поэтому, так что, кто хочет поэкспериментировать, и кому нравятся вот такие, где-то пастельные, вот такие красивые оттенки, они мягкие, приятные, вот, макияж сделать можно. Игру. Качество хорошее, просто пигмент не такой прям вот насыщенный. Ну, вот, можно сделать вполне даже хороший, красивый макияж. Так, помаду показала, все такое, что хотела на сегодня показала. Ну, все, девочки, буду тогда с вами на сегодня прощаться. Вот, положу ее в коробочку. Я даже, когда в Индию поеду, я ее возьму. Так, чтобы, когда надо, быстро с каким-нибудь макияжем так сделать. Я думаю, я ее возьму. Вот. Тоже вот так, тот же бренд, мафик, видите, да? Ну, все, дорогие мои, до свидания, до новых встреч в эфире. Если получится, завтра тоже буду видео писать. Ну, по возможности, хотя бы одно видео в день или через день. Может, буду почаще. Надеюсь, вам нравится, нравится мои видео. Тем, кому нравится, подписывайтесь. Будем общаться, дружить, обмениваться новинками, жизненным опытом в косметическом плане. Ну, и вообще. Вот, все, всех обнимаю, целуюсь. До скорых встреч. Пока-пока. Пока, мои хорошие. Пока-пока.